Сережа, микрофон выключить или как? Да, выключайте Помолимся Царь небесный, утешитель дух истины И живи здесь, и все исполняй Сокровища благих, и жизнеподателем принеслись овны И очистены от всяких скверны И спаси блажа души на нашу Господи, молим Тебя, благослови наше занятие Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Сохрани нас в любви и согласии единомыслей по слову Твоему Прибудь с нами и в этот вечер Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Прошу прощения за задержку Первое послание Иоанна, 3 глава, с 9 по 10 стихи Всякий, рожденный от Бога, не делает греха Потому что семя его пребывает в нем И он не может грешить, потому что рожден от Бога Дети Божии и дети дьявола узнаются так Всякий, не делающий правды, не есть от Бога Равно и не любящий брата своего Толкование Всяк, кто делает грех, потому что грешит, есть от дьявола и называется сыном дьявола Так как апостол Павел сказал Елиме Сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Деяние 13.10 Очевидно и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божьим, не грешит Потому что семя его Божие То есть или Дух, которого мы получили через дар, которого удостоились И который, пребывая в нас, соделывает ум наш, не допускающим греха Или же сам Христос, который, обитая верующих, соделывает их сынами Божиими Как и сам Христос в семени Авраама есть сын Авраама Матфея 1.1 И в семени Авраама сказано, то есть во Христе благословятся народы Бытие 12.3 Галатам 3.16 Объяснение Златоуста Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога Потому что семя его пребывает в нем 1.3.9 Семенем называют Духа, которого мы получили через крещение И который, пребывая в нас, делает ум наш, не допускающим греха Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого Иное объяснение Семя Божие есть Христос, который, обитая верующих, соделывает их сынами Божьими Так в семени Авраама, которая есть Христос, благословляются все народы Иначе, семенем называет первое поколение радоначальника, отличающиеся добродетелями Радоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя И чем сам приобрел славу, тем и своим преемникам дает возможность быть в славе Особенно если они соблюдут достоинство предков своего неомраченными Ибо они доставляют славу не всякому без разбора Почему иудеи, хотя и напрасно, говорили Христу, мы семя Авраама? Евангелие от Иоанна 8.33 Вопросы по этому месту есть Мы повторили, на прошлом занятии разбирали Освежили в памяти Давайте пойдем дальше 1 Иоанна 3.11-14 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев Не любящий брата пребывает в смерти Толкование Апостол примером подтверждает, сколь великое зло ненавидеть брата Смотрите, говорит, вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он родной брат его Каин творил злые дела отца своего дьявола Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу Здесь дьявол противопоставляется Богу, а злые дела добрым Посему так Каин, противоположный брату, убил его Таково объяснение по ходу речи Но апостол Иоанн изменил этот порядок, имея особое побуждение Ибо ему, после того, как упомянул о дьяволе и о том, что делающие зло становятся детьми его Естественно, было выставить в пример того, кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола через злые дела Вопросы Довольно-таки сложная тема Такой вот вопрос возникает Или недоумение Что делами мы рождаемся Хотя По логике кажется, что сначала человек родился от кого-то, а потом уже дела делает А здесь нам толкователь объясняет, что мы делами становимся детьми То есть, вот что делающие зло становятся детьми его Через дела А не через то, что родились от дьявола Как это объяснить? Игнать Тихонечко, помогите, пожалуйста Микрофон у вас не включен Вот как Человек же сначала должен родиться, а потом дела делать От дьявола или от Бога Если от Бога родился, делай добрые дела А тут вроде как делами человек рождается Как это понять? К делающим делам расположен Отключите видео, пожалуйста, Игнать Тихонечко, извините Вот, Пёдор Федченко Видео отключите, пожалуйста Игнать Тихонечко, пожалуйста, извините У Виктории Гуго В отверженных Эта мысль идет там Кто стремится В монастырь От этого прямо пропорциональные дела Злой человек, который злые дела делает Ему это ничего не надо Он будет цепляться за мир Так и здесь Дела предрасполагают Еще человек не родился свыше А он добрый Ревностный И Англа Таус об этом говорит Вот земля Она ничего еще не родила Но уже видно, что на ней может расти Вот у нас потеряю какие Крапивы много Прям плантации Приехал из земельного комитета Кожанов И он сразу сказал Какая у вас плодородная земля А одна крапива растет А раз растет крапива Значит будет расти Когда запашешь И вот так и человек бывает Еще Бога не знает Уже ревностный В учебе Другому помогает стремиться Такие люди есть А они предрасположены к тому Чтобы родиться Эти люди Еще находясь там Нерожденные Привлекают Бога Своими добрыми делами Вот поэтому Когда Корнилий Услышал ангел Ангел говорит Добрые дела твои Молитвы взошли пред Господа Он еще не видал Не знает О Христе не слышал А уже Добрые дела взошли А почему Написано Всякое доброе даяние А исходит от Отца Светов Да конечно сектанты Разницы нету Коммунист Фашист это делает Вор в законе Доброе дело Когда делает Его Бог на это побудил И чем больше Он делает добро Тем более Его Господь привлекает Что он обратился И родился Все Спаси Христос Теперь да Поле понятно Так продолжаем Первое Послание Иоанна Третья глава С 15 по 18 стих Всякий Ненавидящий Брата своего Есть Человека Убийца А вы Знаете Что Никакой Человека Убийца Не имеет Жизни Вечной В нем Пребывающий Любовь Познали мы В том Что он Положил За наш Душу Свою И мы Должны Полагать Души Свои За братьев А кто Имеет Достаток В мире Но видя Брата Своего В нужде Затворяет От него Сердце Своё Как Пребывает В том Любовь Божия Дети Мои Станем Любить Не словом Или языком Но делом И истинною Толкование Закончив О Каянии И о Злых Делах Подобных Его Делу Опять Обращается К Любви И Говорит Что Любовь Преклонила Господа Положить Душу Свою За нас И Что По Его Примеру И мы Должны Полагать Души За Братьев Но Как Это Делается Редко И Немногими То Апостол Как Бы Престыжая Верных Начиная С Небольшого Убеждает К Братолюбию Он Говорит Как Бы Так Что Говорить О Положении Души За Брата Когда Мы Видим Что Они Удовлетворяют Братьев Своих В Необходимом Для Жизни И Притом Не Бедные Средствами Жизни Об Этих Я Говорю Но Владеющие Богатством Целого Мира Посему Да Постыдятся Ибо Если Затворили Сердце В этом Малом И Явились Недостойными Любви Божией То Что Показали Бы Когда Бы Потребовалось Больше Умереть За Брата Потом Еще Продолжает Обречать Тех Которые Ограничивают Любовь Словом И Обнаруживают Ее Только На Языке Пожалуйста Вопросы Что Значит Любить Истинною Надо Бы Разобрать Вячеслав Давайте Разберем Мне Тоже Не Совсем Понятно Игнатий Тихонович Еще Вопрос Возник Что Значит Любить Истинною Можно Объяснять Тому Кто Это Испытал Дочь Спрашивает Мать Вот Любить Не Словом Или Языком Но Делом И Истинною Если Человек Это Не Испытал Он Может Научиться Как Говорить Он Говорит Языком Говорят А Делом Не Делают Живет Молодая Дочь И Время Идет И Она Спрашивает А как Ты С папой Познакомилась С тятей Это Как Вот Любила Его Как Ты Без него Не могла Или Как Знак Какой Дала Она Не Знает Она Дочка Придет Время Ты Все Это Узнаешь Вот Иногда Надо Просто Не Торопить События А Когда Ненавидит Вот Отсюда Теперь Давайте Рассуждать Ненавидящий Брат И Человек Убийца А Как Это Так На Воспомните Вот Возненавидел Мардахея Аман У Него Ни Идания Идет Ничего Нет Он Трясется Как Увидит Его Даже В Пильм Поставленный И Теперь Это Хорошо Видно Как Он Глянул Все Немило Пока Мардахей Живет Он Ненавидит Но Ненавидит Такой Степи Но Не Против Чтобы Ударить Его Конечно Не Против А Чтобы На Него Кто Напал Тоже Не Против Но Он Живой Еще Вот Кто Тво На Больнейшей Койке Пристрелил Он Сам Ничего Еще Не Делает А У Него В Апогее Ненависть К К Он Ненавидит Чтобы Он Ушел Из Жизни Так Точно В Любви Только Здесь Наоборот Любит Человек И Он Не Знает Как угодить Что Сделать Не Святы Дарить И Он Берет Вот Как У Епифания Кирска Заботится О Семье Его Он Неженатый Был И Он Не Думал Жениться Но Повстречался С Юным С Мальчиком Епифанием Увел Как Он Честно Говорит Про Продаваемого Осла Какой Он Бывает И Легается И Укусить Может Он Понял Чистая Душа И Любовь Заключалась Уже И В том Что Он За Него Взял Все И Университет Устроил И Поет И Кормит И Проще А Иногда Так Даже Человек Отдает Себя За Него Вот Такой Католический Священник Его Так Ставил Как Диафильм Тогда Александр Мень Максимилиан Там Какой То И Вот Казни Приговорили Одного У Него Ребятишек Восемь Или Девять Тоже Католик Простой Он С ним Поменялся Номерами Какие номера У него Нашито Это И Пошел Его В печь Бросили Любовь Выразилась Он Только Помогал Ему Но Представился Случай Он Положил Душу За Него Вот Об этом Апостол Павел И Говорит Не Словами Только Но Перед Этим Называется Прелюдия То Есть Уже Видно Что он Любил Его Он Жертвовал Всем Отрывая От себя Он Говорит Я О богатых Не Говорю Я Говорю Это О бедных Не Говорю А О богатых У которых Излишки Есть Он Со всех Сторон Нам Показывает Ну И Мы Можем Это Делать Я Наблюдаю Когда Объявил Тогда Сбор Что Дети Осиротели Без Матери Четвер Я Говорю Давайте В следующем Месяце Все Пенсии Отдайте Свои Нас Мало Ну Пенсии Уже Что-то Будет Один Месяц Ты же Не Умрешь Кто-то Да Кто-то Нет Кто-то Наполовину А Может Кто-то Еще Поможет У Господа Много Рычагов Он Найдет Своего Сына И Через Него Поможет Вот И Все То Правильно Я У Вас Понял Здесь Сказано Что Станем Любить Не Языком Не Словом Или Языком Но Делом И Истинною Ну Делом Понятно Вот Истинною Не Совсем Понятно То Соответствует Твои Дела Тому Что Ты Говорил Соответствует Они Так Тут Прямо Говорится Да Сказал Да И В конце Поставь Да Выполнил Нет Значит Не Уламывайте Я На это Не Пойду С работы Уваляйте За бороду Вячеслава Не пойду За вами И что они С ним не делали Вот на наших Глазах С бородой Остался На работе Он Говорит Тут Одни Мусульмане Идут А Мусульмане С бородами Они Меня Как Мусульманина Принимают От меня От меня Лучше Замещание Делать Это Аэропорт Делом Вот Представляется Возможность Покажи На что Ты Годен Для чего Ты Учился А в войну Таких Поприч Было Много Можно Рассказывать Много Что Но Смысл В этом Да Значит И в конце Будет Аминь Все Спаси Христос Еще Можно Добавить Пожалуйста Вот Любовь Истинную Мне кажется Еще Означает То Что К примеру Можно Любить Ну Плацки Человека То есть Ну Делать Ему Все Там Давать Образование Ну Все Так Но Для души Ничего Не Делать Для Истинного Смысла Жизни То есть Вот Если Это Не Делать То Это Любовь Не В истине То есть Это Не Истинная Любовь Потому Что Истинная Любовь Она Именно Ко Спасению Человека Направляешь Все Ближнего Для Его Спасения А Не Как Вот Сейчас Допустим Все Родители И Матери Они Все Делают Там Для Своего Ребенка Все Но Только Ни Что Касается Души Ничего Не Делать Все Наоборот То есть Образование Одежда Там Игрушки И все Прочее То есть Они Это Называют Любим Любим И Очень Любим Но На самом деле Введут Его В ад То есть Это Не Любовь Не Истинная Любовь Но Лена Пишет Этим Летом Увидела Любовь Братьев И Сестер Из Общины Барнаульской Истинною И Делом Но Вячеслав Трудно С тобой Не Согласиться Конечно Да Есть Ложная Любовь Плотская Любовь Как Игнать Тихонич Не Цветы Дарить То есть Там Любовь Понятно Там Страсть А Не Любовь Человек Улюбился Юноша Думает Что Это Любовь А Там Безблуда Его Мучает И Он Думает Что Это Истинная Любовь Поэтому Здесь И Добавлено Слово Истинно И Заблуждение Хорошее Замечание Вот Сергей Тушин Говорит Любить Истинную Значит Благовествовать То есть Здесь Благовестие Это Любовь К миру Ко Всей Твари Да То есть Ты Веришь Что Эта Тварь Которая Не В истине Не Во свете Библии Ходит Что Она Погибает И Ты Все Равно Любишь Ты Хочешь Спасти Как Христос Поэтому Христос Душу Свою Положил За Нас И Мы Христиане Должны Если Надо И Жизнь Отдать Это Высшее И Уже Нет Больше Той Любви Чем Кто Душу Положит За Братья Жизнь Свою Отдать За Брата Или За Сестру А Здесь Апостол Павел Устыжает Даже Материально Даже Богатые Даже Есть Что Дать И Брат В Нужде И Учис Смыкает Устыжает Что Это Любовь Это Никакая Не Любовь Даже До Плотской Любви Не Доросли А Уж То Что Духовную Помощь Какую То Оказать Что И Говорить Это Намного Выше Хорошее Замечание Да Поэтому Давайте Любить Будем Друг 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 Истинной Любовью Любовью Которая Ведет Ко Спасению Души В Первую Очередь Но Мы В Этом Мире Живем И Душа Настолько Связана С Телом Что Пока Мы Живем Мы Не Можем Как Ангелы Жить Нужно И Тело Питать И Греть И Никто Не Имеет Ненависти К Своему Телу Мы Сейчас Не Берем В Внимание Больных Людей Мазохистов Это Психические Отклонения А Вообще Да Увидишь Брата Нуждающего Тем Более Просит Если Он У Тебя Смыкает Точек Какой Любви Христовой Речь Идет Ну Дальше Здесь Идет Про Истину Продолжение 1 Иоанна 3 глава 19 по 22 стихи И вот Почему Узнаем Что мы От истины И Успокаиваем Пред Ним То есть Ним С большой Буквы Перед Христом Сердца Наши Ибо Если Сердце Наше Осуждает Нас То Коми Паче Бог Потому что Бог Больше Сердцев И знает Все Возлюбленные Если Сердце Наше Не Осуждает Нас То Мы Имеем Дерзновение К Богу И Чего Не Попросим Получим От Него Потому что Соблюдаем Заповеди Его И Делаем Благоугодное Пред Ним Толкование Так что Говорящий Одно А Делающий Другое Не Соглашающий Дело Со Словом Есть Лжец А Не Истинен Это Значит Через Истинность А Истина Будет У нас Тогда Когда Словом Нашим Будут Соответствовать Дела Мы Успокоим Совесть Свою Ибо Словом Сердце Он Называет Совесть Как же Успокоим Поставив Себя В такое Положение Чтобы Произносить Нам слова Перед Свидетелем Бога Ибо Это Значит Слова Пред Ним Если Говорит Не Будем Делать Так И Совесть Или Сердце Наше Осуждает Нас То Очевидно Мы Согрешаем Если Мы Во Время Греха Не Можем Укрываться От Совести Своей Которая Ограничена Как И Человек Существо Ограниченное То Тем Более Не Можем Укрыться От Бога Беспредельного И Вездесущего Смыт Смысл Этого Изречения Такой Дети Не Будем Лжецами Друг Пред Другом Любя Одним Только Языком Но Докажем Любовь И Дело Поэтому Узнаем Что Мы От Истины То Есть От Бога И Что Говорим Будем Говорить Как Бы Пред Богом А Кто Хотя Б Он Б 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 Но тогда, как говорим, что любим, сердце наше осуждает нас во лжи, то мы грешим. Как так? Потому что думаем укрыться от вездесущего Бога. Посему, возлюбленные, настроим себя так, чтобы быть нам не осужденными пред самими собой. Будем ходить в истине друг пред другом, и тогда получим дерзновение пред Богом, а при этом дерзновении, несомненно, получим все, чего не попросим у Него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди Его. Ибо кого просят, того весьма много преклоняет к слушанию благопокорность просителей. Только бы просили, не сомневаясь. А как мы соблюдаем заповеди Его и делаем угодное пред Ним, то и будем надеяться, что молитвы наши будут не напрасны. Потому что при искреннем взаимном расположении двоих, один обыкновенно действует немедленно на пользу другого. Какую же заповедь Его мы соблюли? Ту, которая повелевает нам любить друг друга. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам. Да, любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да, любите друг друга. Ну, вот у нас возникал спор, в каком месте здесь делать ударение, любите или любите. Одни считали, что любите, то есть повелительное наклонение, а любите, там... Я, честно сказать, не знаю, как правильно, но пришли к мнению такому, что да, любите. То есть да, это как бы не повеление, а пожелание. Да, здравствует, там... Раньше было КПСС, да здравствует, там что-то такое, то есть это... Ну, а с другой стороны заповедь, то есть заповедь это все-таки не пожелание Божие, а это повеление. Потому что, если мы не соблюдаем заповедь, то нарушаем, а тот, кто нарушает, погибает. Вячеслав Семенов пишет. Сердце осуждает, когда не благовествуешь. Да. Но... Я думаю, не всех осуждает. А почему? Ну, если бы она осуждала, то рано или поздно было. Пошли бы на благовестие. А когда не знаешь, когда не знаешь об этом, то есть тебя что-то осуждает, ты не знаешь, что осуждает. Так ты знаешь, когда, допустим, поблаговествуешь и чувствуешь, что совесть у тебя успокоилась, поспокойно. Правильно делал. А когда человек чувствует, что его что-то теребит от монахи и не знают. И в итоге они все время, ну, как бы, и вывели вот это, что надо постоянно, постоянно, постоянно самоукорять себя. Хотя это все надо, конечно. И вот потому... И только тогда они могут получить утешение. Потому что не выполняют евангельские заповеди. Их это и... Как бы... Гложет. Но они не понимают, что их гложет. Им не дают вот эти отеческие учения их вырваться из этой цепи. Ну, я не знаю, я не был монахом. Почему у тебя такая уверенность, что что-то их гложет? Ну, живут они в монастыре, спасаются. Все святые отцы считают, что это выше, наоборот, выше, чем женатые люди. То есть, неженатые заботятся, как угодить Господу, а женатые о мирском заботятся, что там... А монах, ну, вот... Мне кажется, ничего их не гложет. Но... По большому счету, я с тобой согласен. Насчет благовестия. Любого человека, аж, бывают такие моменты, что неспокойно на душе. А что неспокойно, ну, понять не может. Вот чем-то не хватает. И... И здесь, да. То есть, ну... Ты-то знаешь, как душу свою успокоиться. Ходил на благовестие, там... Сделал доброе дело. Люди тебя поблагодарили. Тоже Евангелие подарил. И... Уже у тебя надежда, что душа когда-то прочтет, и... И его верует, и спасется. Ну... Или в интернете там какую-то беседу провел. Или в гости съездил к однокласснице. Или к однокласснику по беседову, за свидетельство. В душе хорошо доброе дело сделал. А кто... Разумеет делать доброе, и не делает, тому грех. А вот монахи там... Ну, седьмой том, восьмой том, открытым оком. Игнать Тихонович много об этом говорит. Он говорит, я за монашество. То есть... Но не такое, которое мы приняли. То есть уйти в лес от людей, от этого грешного мира. Задумка-то, конечно, была хорошая. В начале, что мир грешный. Что общего между Христом и Велиаром? Да ничего. Надо... Уходить от этих людей злых. Вот. Но Господь, Он не так учил. Не молю я, чтобы ты взял их из мира. Но чтобы сохранил их от зла. И когда Царство Божие внутрь у вас есть, когда человек рожден от Духа Святого, ему этот злой мир, он ему никак не может повредить. Но по себе скажу, когда весна наступает, и в городе девицы обнажаются, мне неприятно на них смотреть. И на душе как-то нехорошо. И хочется уехать туда, где этого нет. Где целомудренно женщины одеваются. Но я, по милости Божьей, не из-за этого, конечно, но и это имеет место быть. Я еду в Потеряевку. Там все целомудренно одеваются. Нет такого смущения. И на душе радостно и весело. А как бы тоже своего рода в монастырь такой уходишь от этого мира, где близкие по духу братья и сестры, с которыми приятно общаться. А в этом мире приходится общаться с людьми злыми, с матершинниками, с табакурами, с пьяницами. Ну, когда, конечно, неприятно, но реальная жизнь. Мы живем в этом. У кого еще есть вопросы, рассуждения на эту тему? Вот про дерзновение. То есть, когда на совести спокойно, то есть, мы прям можем у Бога просить все, что хотим. Почему? Потому что заповеди его соблюдаем. То есть, мы Бога угождаем, и Бог, в свою очередь, обещал соблюдающему заповеди давать благие дела. А если не заблюдаем, как? Ну, не по совести же просить у Бога то, что ты сам-то что для Бога сделал? Просишь у Него. Бог же не рыбка золотая. Он нам вообще ничего не должен. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Отдал Сына Своего Единородного. Он со своей стороны сделал все. Но и от нас просит ответной любви. Соблюдение заповедей. Любите друг друга. Да любите друг друга. А если ты брата ненавидишь, не хочешь его видеть, не хочешь общаться, как можно у Бога что-то просить? Он говорит, если не прощаете, то и я вам не прощу. А вот это не прощение, а тут злопомнение. Так. Чат у нас появился. Елена Гладыщук. Есть и другая крайность, когда под видом истины, евангельской любви, человек своей потребности в любоначалии, например, удовлетворяет. То есть, он любит начальствовать, любит быть выше других. Я не знаю, как может и такое, конечно, быть. Наталья. Сергей с первого века. Назови такого святого отца. Я с Вячеславом согласен. Непонятно, о чем речь. Я тут пропустил. Лучше говорить, чем писать. То есть, недостатки интернет-общения, это когда человек пишет, что ты непонятно, на каком месте, что он имеет в виду. Так, Елена. Сейчас никто в лес вроде бы не уходит. Ну, вроде бы. Агафья Лыкова ушла в лес. Как вам ее поступок? Правильно она сделала? Вячеслав. Вячеслав Семенов. Они в сокровищницу сердца внесли не Евангелие, а отеческие монашеские учения. Это их тюрьма душевная. И там действительно нет выхода, кроме постоянного плача. Вячеслав Семенов так о монастырях. То есть, ушел в монастырь, послушал эти отеческие монашеские учения, а евангельского там ничего нет. И поэтому, кроме постоянного плача, там ничего и нет. Как вот этот известный фильм «Остров» Мамонов-то играет. Сколько он в монастыре подвязается, столько лет он там и плачет, и плачет, и плачет. Прости, 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 сокрушается. Игнат Тихович на эту тему говорил, что «Воззови ко мне, я услышу тебя, за хребет брошу к реке твоей, как снег убелю, как багряные были твои грехи». А что человек, получается, когда постоянно в таком сокрушении, он не верит в это прощение Божие? Получается. Так, поэтому и монахи в пустыню уходили, наверное. Почему поэтому? Ну, непонятно. Вячеслав Семенов. От постоянного благовестия образуется навык. Это взращивание талантов происходит. Так, ну ладно, вы там давайте занятия потом пообщаетесь, после занятий, чтобы не отвлекаться. Первая Иоанна, 3 глава, 23 по 24 стихи. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Толкование. Слово та, то есть вот заповедь Его та, должно разуметь в значении причины, именно так, потому что заповедь Его есть веровать. Так как мы имеем заповедь веровать во имя Иисуса Христа, Сына Его, и любить друг друга, и мы сделали это, то отсюда и узнаем, что благодать Духа Его, которого Он дал нам, утвердилась в нас. Нужно знать, что выражение «веровать во имя Господа нашего» употребляется во многих местах Писания. Что же значит имя? Конечно, не иное что, как волю Его, славу, честь. Например, в словах «Велико имя Твое по всей земле» Псалом 8.2, оно означает «славу и честь». А в словах «покайтесь, и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа» Деяние 2.38 означает «волю Его». «Какая же воля Господа Иисуса крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа» Матфея 28.19. «Господь заповедал нам любить друг друга с истинным расположением. Когда же?» «Когда сказал, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними». Евангелие от Луки 6.31. «Если мы любим, чтобы ближние наши имели к нам истинное и бесхитростное расположение, то и сами должны иметь к ним совершенно такое же расположение. А как это заповедь Господня, то когда мы пребываем в Нем, тем более Он дарует нам самого Себя. Ибо Он не может отречься Сам от Себя, то есть нельзя допустить, что Он напрасно дает нам заповеди Свои и не оправдает их прежде всех Сам. «Если же так, то когда мы исполняем заповеданное Им, без сомнения и Он послушает нас в прошениях наших, и дарование Его будет твердо в нас». Целая мысль такая. Мы должны веровать во имя Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга истинно, как Он заповедал. «Ибо соблюдающие заповеди Его в Нем пребывают, и Он в Нем. А что Он пребывает в нас, это мы узнаем по духу или дарованию, которое Он дал нам. И если оно пребывает в нас ненарушимо, то без всякого противоречия даяние Его будет неотъемлемо. Когда же оно бывает ненарушимо? Когда мы из заповеданного Им нам о любви ничего не нарушаем по нерадению своему». Пожалуйста, вопросы, рассуждения. Ну вот, нарушать по нерадению своему. Это вот как раз-таки вот эти все мелочи, которые, допустим, Господь изрек в Библии, которые как говорят, что это мелочи внешнего вида касаемо. Как там, ну вот этого всего. Это все вот нарушается по нерадению как раз-таки, мне кажется, об этом. Ну, что значит «родеть»? Синоним слова «родеть» по нерадению. То есть написано, если христианин хранит себя, то есть «родеет» о своем спасении души, то есть истина желает, то лукавый не прикасается к нему. А если по нерадению, то есть, ну, как-то вот, ну, не считает это важным, там, может быть, или что-ли какого-то маловерия, ну, подумаешь, там, без платка, там, что-то такое. Разве платок спасает, или там, сейчас говорит, разве борода спасает, а поезд, да, ну, это ерунда. Ну, такие мелочи, как бы, из мелочей, наверное, складывается. Вот. А Бог-то видит в наше такое нерадение, может быть. Вот «радеет», «переживает», то есть «переживает», да, нам. Ну, за ближнего как-то вот, ну, понятно, что человек переживает, там, за детей особенно, родители переживают, или дети за родителей, или брат за сестру переживает, или сестра за брата. А вот чтобы родить о своей собственной душе, тут как-то вот у нас, на мой взгляд, заминочка бывает. Ну, вот, вот Христос в нас пребывает, узнаем по духу, или дарование, которое Он нам дал. Ну, вот, каждый себя спросил, «А какое дарование, которое дал мне Христос?» Если этого дарования нет, то, ну, может быть, и в тебе Христа еще нет. И Христос говорит, «Просите, и дано будет вам». Батюшка, отец Яким, нам рассказывал, где-то там, то ли у Матронушки, или где там, сейчас не помню. Книга, и туда прихожане, или там, туристы вот эти религиозные, записывали свои просьбы к ней. А я смогу ошибаться, может быть, это другая святая. И духовных пресв не было, в основном плотские все. Вот, жизнь, первое дарование Вячеслава Семенова, то есть, Бог даровал нам жизнь. Мы верим в это, что нам Бог жизнь даровал, но мы не верим. Кто-то верит, что он от обезьяны произошел, и все, и Бога нет никакого. Пол дарования. Вот у евреев, они всегда мальчики, «Господи, я благодарю тебя, что ты сотворил меня не девочкой, а мальчиком». Вот такое я слышал, они благодарят Бога. Но, чтобы девочки благодарили, но я не слышал такого. Хотя тоже, почему бы и не. Это просто сразу показывает, допустим, что должны мы приобретать. То есть, если мужчина, то там ответственность у него должна быть, мужественность, то есть, такие вещи. Женщины, другое, там, смирение, послушание, молчание. То есть, это сразу показывает, в какую степень надо стремиться, то есть, что делать. От одного только этого, дарования показано, каким путем идти. «Да, вот это вот, то, что ты проползла, замечание сделал, я как-то раньше не задумывался над этим. Ну, сотворил меня Бог мужчиной, сотворил. мог бы женщиной сотворить. А ведь, посмотрите, что в мире творится, вот эта вот гендерная политика. Все идет на то, чтобы, там, родители, даже в паспорте, папа один, родитель первый, родитель второй, то есть, что, тебе Бог дал дар, сотворил тебя, а нет, если Бога нет, то и понятно, я сам себе творец. Я хочу, я мужчина, я захочу себе, это женщина сделаю. Женщина захочу себе, мужчина сделаю. Вера дарования, безусловно. Вот, но вот впереди, Игорь Тихоевич, говорит, что есть, то есть, Господь, видя дела наши добрые, Он потом и дарования отдает, как бы, такой, бывает, вот, человек родился, добрый, действительно, а в Бога не верит. Алло, я занят, сейчас перезвоню попозже, чего хотел. Так. Алло. Да, Наталья пишет, я, я благодарю, что створил меня девочкой, женщине легче за спиной мужем, меньше надо думать. Да, здорово, конечно. Алло. Алло. Вячеслав Семенов пишет, а если уж веру в Бог дал, то это супер ответственность уже перед Богом. Ребенок инвалид, больной родился, это тоже дарование Божие для нашего спасения. Алло, да, 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 попросим. Так, ну что, продолжим. Евангелие от Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава, 1-2 стихи. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Толкование. Разъяснив учение о любви к ближнему, указав в этой любви признак пребывания духа, которого мы получили. Апостол теперь присовокупляет признак для различия истинных братьев и ближних, дабы мы, имея в виду это различие по поводу заповедей о любви, не вошли в близкие отношения с лже-братьями, лже-апостолами и лже-пророками. И тем не причинили себе великого вреда, ибо, имея общение с ними, как с единонравными, мы, во-первых, повредим сами себе, без опасения сообщая учение веры нечестивым и повергая святыню псам. Потом повредим тем, которые преданы нам, ибо любовь наша к лже-братьям, лже-апостолам и лже-пророкам многих расположит принимать их за учителей и без осторожности верить их учению, причем они вдадутся в обман из нашего обращения с ними. Какой же признак их? Следующий. Всякий дух, то есть всякий, носящий звание пророка или апостола, который исповедует Господа Иисуса, пришедшего в плоти, есть от Бога. А который не исповедует этого, тот не от Бога, но достоинство его от Антихриста, что вы и слышали. Апостол немного выше, во 2 главе, в 18 стихе, говорил, что в мире появилось много Антихристов, то есть предтечи Антихриста. А исповедание пришествия Христового плоти должно совершаться не на языке только, но и в делах, как говорит апостол Павел. 2. Всегда носим в теле мертвость Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2. Второе послание к Арифинам, 4 глава, 10 стихе. Итак, кто имеет в себе Иисуса действующего, умер для мира, живет уже не для мира, но для Христа, и носит его не в Христовой только плоти, но и в своей собственной, тот от Бога. А кто живет не для Христа, но для самого себя или для мира, то есть для удовольствий мирских, тот не от Бога. 3. Посему Павел и опять говорит, если между вами есть споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? 1 Коринфянам 3. Поступающий по обычаю человеческому не имеет Духа Христова, а кто не имеет Духа Христова, то есть не живет по учению Христову, тот не есть Христов. Вопросы? Ну вот у меня возникает несколько вопросов сразу. Ну первое, вот взять баптистов, да, они вне церкви, но они же исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, значит они от Бога, но вне церкви. Как так? А раз вне церкви, значит они уже не церковь, а если не церковь, то они мир плоские, дела плоти известны, ереси. То есть это вот как вот соотнести. То, что вот свидетели Иегова, они, там учение понятно, то есть антихристовое. То есть они не верят в Иисуса Христа, пришедшему во плоти. Ну вернее верят, но как в Бога, пришедшему во плоти, они не верят. Иисус Христос, Сын Божий, но не Бог, то есть он тварь, то есть такое вот тоже. От Бога это очень, да нет, не от Бога, но и вот антихрист, другой вопрос, он же, он что, тоже он будет говорить, что не приходил и Иисус Христос воплотил? Слава, что думаешь на сей счет? Я думаю, когда они исповедуют, непосредственно говорят и верят, вот это Дух Божий. А когда они говорят ересь, вот это Дух Дьявола, Антихриста. То есть вот так вот и может быть. Да, то есть в одном человеке может быть и Дух Божий, и Дух Дьявола, как вот мы рассуждали, то есть по объяснению Златоуста, то есть он может за день родиться от Дьявола и родиться от Бога. Но мы же знаем, что рождение один раз всего, крещение, рождение от воды и духа, оно один раз только может быть. То есть верою воедино-крещение, то есть воедино-рождение, то есть родился человек от Бога в крещении, получил залог Духа Святого. Как он потом может опять родиться от Дьявола, согрешая, а потом опять от Бога, родного крещения? То есть вот такое недоумение у меня. Ну вот, когда вот он первый раз уверовал во Христа, вот это Дух Божий ему вдунул в него. А дальше, что он же уже тут не веровал, он это принял просто, но уже это в нем есть. Тут уже как бы, как вот у нас, мы веруют в Христа православные, да, что вот он есть Бог. Ну и чё? То есть это им ничего не дает абсолютно. Верут они и веруют. То есть это никогда не уверовали, вот это вот в этот момент Дух Божий это уже делал. А вот все, что дальше уже, там это уже, как говорится, может быть и что угодно. Потому что если он верует, то надо же, ты как бы веруешь, но ты веришь еще и в то, что в его учение, то есть, как вот Клотов-Братьев сказал правильно, принять Христа-то, говорит, просто, а вот принять его учение, чисто в том виде, в каком он есть, вот это, говорится, уже сложно. То есть жить по нему. Так, ну вопросы еще, может быть, осуждение у кого-то есть на эту тему. Ну вот, тут вот есть споры и разногласия. Вот, то не плоские ли вы, но если вот в интернете диспуты, например, православные и еретики, то есть, что это же тоже споры и разногласия, то есть, спорят же, не соглашаются. Вот, так что тогда православные плоские, раз они спорят с еретиками в этом отношении, не нужно, значит, спорить, получается, чтобы плоскими не оказаться, или нужно отстаивать истину свою. Есть еще такое выражение, спори рождается истина. Или здесь про другие споры имеется в виду, то есть, распри, споры, то есть, ссоры. Это, наверное, имеется в виду, кто как считает. Ну вот, как вот написано, с апостолами спорили, а они не спорили. То есть, и Игнать Тихонович это очень четко все так проследил в этом, изучил и сам применяет. То есть, он утверждает истину и все, говорит вот такая-то истина. А с ним уже могут спорить, с ним, но он не спорит. И вот надо тоже так научиться. Потому что, действительно, ведь споришь, почему? Чтобы сам себе еще доказать хочешь. То есть, победишь человека, чтобы сам себе доказать. То есть, ты его хочешь победить, чтобы самому себе доказать. То есть, ты еще сам не утвердился, значит. А если ты утвердился, что тебе спорить? Утвердил и все. По сути-то. Брат, можно ставить слово? Конечно. Вот только толкование не убирай. Толкование обратно поставь, пожалуйста. Ну ладно, давай. Итак, кто имеет в себе Иисуса действующего, умер для мира, живет уже не для мира, но для Христа. И носит его не в Христовой только плоти, но и в своей собственной. Тот от Бога. А кто живет не для Христа, но для самого себя и для мира, то есть для удовольствий мирских, тот не от Бога. Посему Павел и опять говорит, если между вами есть споры и разногласия, то не плацки ли вы? То есть, вот прямо тут предыдущее, для чего место описания это переводит. То есть, люди, когда не знают Христа, не живут по его святым заповедям, они начинают поступать как люди мира всего. Отсюда и разногласия происходят, и споры. А так, когда ты все знаешь, например, Господь сказал, все, я должен сказать да и аминь, и исполнять. А другие начинают это лукавить. То есть, а Господь не это имел в виду. Что можно и краситься, можно там, ну-то, то есть, мужчина там бороды берет, например, там по плотским уже. По стихии мира идти, а не по Христу. Ну, то есть, вот такие вот уклонения идут. Оправдание во грехе. То есть, спорить заставляют дела плоти. Ну, споры-то о чем? Или кто, кто, почему? Или вот эти мерзкие между собой спорят, кому лучше там кусок достанется. Что имеется в виду, не понять. То есть, человеческие обычаи. Ну, да, у плотского человека там, что такое хорошо для тебя? Что значит добро? Ну, говорит, когда я у чужого отобрал, это добро. А когда у меня, это зло, это плохо. То есть, вот так вот рассуждает. То есть, они только для себя живут. Ну, а мы, духовные-то, понимаем, что не так нужно рассуждать. Верующему все содействует ко благу. Брат, ты возьми у нас в общине. То есть, например, насчет благовестия. Вот когда на благовестие людей призваж, даже у нас, братьев, сестер, не все же соглашаются с нами. Некоторые даже могут, там вот я слышал от других, что думают, что мы просто себя выставляем на показ. То есть, вроде, мы такие ревностные, духовные. Ну, да, да. То есть, им нужно как-то самооправдать свою лень или нерадение. И, ну, да, вы только это, только для интернета делайте, чтобы, ну, там еще что-то там могут сказать. Сережа, можно вопрос? Да, конечно. Тут ситуация такая, вот я слушаю. Да, это все хорошо, конечно. Но это быстрее всего, что говорит гордыня. А гордыня, это, конечно, грех. И вот почему идут все раздоры, разногласия. Гордыня в нас говорит. Гордыня. Вот возьми, когда приехал этот, как что-то из Борисполя. Балбес этот. Никита Колесников. Да, я могу включить видео, если нужно. А, ну, ты видишь меня уже. Значит, ситуация какая-то. Да, включите видео, когда говорите. Значит, значит, вот в нем такая громаднейшая гордыня, что, по-видимому, его заставляло что-то такое внутреннее смириться, потому что Игнатий Тихонович его, конечно, жестко там полоскал, что называется. Вот я заметил, и у Володи как бы была гордыня поначалу, потому что я давно смотрю эти видео, а потом он как бы или осознал, что нужно эту гордыню успокоить у себя, притишить, чтобы она была не такая вот. И все это из-за гордыни. Вот смотри, вот эти разногласия в церкви пошли, там одни откололись, другие откололись там еще. Это гордыня. Гордыня, она, ну, у каждого человека она есть. Игнатий Тихоновича есть, но он контролирует ее у Володи, у меня. Ну, за себя это, что говорить? Ой, ну, я просто столкнулся с гордыней и вижу, что эти люди, у которых большая гордыня, это что-то страшное. Ему слово «не скажи поперек» или слово «не так скажешь», это будет переворачиваться в Бог знает что. У меня двоюродная сестра, ну, там гордыня, конечно, капец. Она на бороду говорит, что это ты такое сотворил, сбрей. Хотя вроде как бы и верующая она из староверов, ну, я тоже как бы из староверов, тоже оттуда вышел. И она, ну, там у нее более набожная, как бы, и она говорит за бороду, я говорю, да что-то тебе борода привязалась-то за бороду. Ну, там гордыня, там гордыня очень сильная. Она хоть и знает и Библию, там какие-то все, но там человек нет. И вот гордыня заставляет нам очень много разных и ошибок делать, и толкования различные. Там я смотрел из-за шахматового, там из-за остальных всех видео тоже. У них тоже присутствует гордыня. Особенно вот у меня сестра живет в Москве родная. Там гордыня вообще капец, я не могу с ней разговаривать. Я говорю, ты знаешь, ты раз в неделю... Да, я повторяюсь, но я хочу сказать, что она 15 минут, я с ней просто не могу разговаривать, все, общаться я не могу. Потому что там, ну, невозможно. И вот мне кажется, что вот это очень сильно мешает гордыне нам. Всем мешает она. Ну, такое дело. Понятно ваше суждение. Ну, не знаю. У меня тут еще 12 вопросов есть. Это так вот просто... Ну, может быть, я в конце задам их вопросов. Вы скажете, когда можно задать, то я буду задавать. Но не сейчас, наверное. Да? Ну, нет. Можно отдельно? Ну, отдельно в конце, может быть. Потому что сейчас у нас там по теме, а это немножко не по теме. Ну, там разные вопросы у нас собирались. Я тут так вот подкинул. Можно добавить? Можно сказать одну вещь? Вот интересно. Хорошо очень гордыню сбивает как раз-таки благовестие. Вот как раз-таки гордый он не может ничего плохого в адрес себя выслушивать. А как раз, если идешь на благовестие, и вообще этим делом занимаешься, очень много людей будут не очень хорошо о тебе говорить. Будут тебя осаждать, тебя в гордости обвинять. И как раз вот гордость-то она есть в каждом. Вот как раз тут и смиряешься, хорошо. И дальше делаешь дело свое, которое Бог, точнее, не свое, а Божественное поручил. То есть благовестие от лекарства, от гордыни хорошее. Пинки такие получишь хорошие. От близких. От тебя близкие многие отвернутся, даже православные скажут, ты там протестант. Вот гордыня, лечение. Да. Да. Аминь. Вы, у вас много, 12 вопросов. Вот вам Сергей Евтушенко советует, чтобы... Напишать. Игнатия Тихоновичу позвоните и задайте эти вопросы. Ролик запишется. После этого эфира? Ну, договоритесь сейчас. Ну, он, Игнатий Тихонович, я смотрю, он слушает нас, то, что мы беседуем. Илья, временно, значит, уже 12 вопросов, это, наверное, много для одной... Для одной передачи? Вот. Ну, мы... Сейчас вот у нас час прошел, по обычаю, то после часа задаются вопросы. Брат. Да. Игнатий, у нас согласен. На отдельный ролик. Отдельный ролик? Хорошо. А Игнатий, согласен на отдельный ролик, да? Я понял. Я понял. До побочи. Я тогда микрофон отключусь, чтобы не мешать. Хорошо. Так, у кого вопросы есть? По теме или не по теме уже можно? Не по теме. Так. Ну, вот Игнатий Тихонович, интересно, вот Марка 1332, одни же том и часе никто не знает ни ангела небесные, ни сын, но только отец. Феофилак болгарский толкует, что он на самом деле знает, но сказал так, чтобы люди, ну, чтобы они там не расспрашивали дальше, как бы, чтобы их, чтобы они об этом не думали. Ну, как-то, что он, соврал, что ли? Расскажите, пожалуйста. Ну, раз сказал, не знает, по человечеству. Вот, мусульмане, они этого не понимают, им ничего нельзя доказать. Вот они это место и берут. Он Бог, Бог все знает, знает, а тут он не знает, ну, и своего человека подсадят из толпы, а потом показывают, дескать, вот мы его сбили. По человечеству. Он просит, да минует меня, ща шесть и я. Это страх? А по божеству отвечает, надо будет воля твоя, а не моя. Он Бога-человек, Бога-человек. На кресте божество не страдало. Вот старообрядцы говорят, надо молить, прилагать персты, два перста. А которые новообрядцы, от Никона, три. А то троица. Троица изображает крест. Троица на кресте была. Нет. Крест изображаем страдания, Бога-человек, старообрядцы? Нет. Значит, те и другие сложения пальцев имеют самый настоящий уже уклон в ересь. А как? Как первые христиане, как пишет Иоанн Златоус, они совершали крестное знамение одним пальцем. Не говорит, какой рукой и каким пальцем. Но судя по тому, как мы живем, похоже, что правой рукой и указательным пальцем. Почему? И они, когда их выводили на арену, они, когда львов выпускали, они пели песни и поднимали палец вверх. Христос рогна. То есть, Христос царствует, Господь царствует. Из псалмов это взято. Господь царствует. Все. Тогда не доказывали они ни о Троице, ни о чем. Он один. Значит, данным случаясь, мусульманам ему полностью согласны. Но они называют Аллаха, а Аллах это не наш Бог и Его. Признаки совершенно разные. По человечеству не знал. По человечеству он нуждался. По человечеству он уставал. Прослезился на могиле, Лазаря, у могилы Лазаря. Жаждал. Алкал. Есть хотел. Вот почему апостол Павел говорит, если мы Христа знали по плоти, то отныне не знаем. Я его знать не знаю такого. Вот я говорю, а вы что Александра Невского не почитаете? А кто это такой? Ну как обоевал? Это я слышал. А какое отношение он к церкви имеет? Никакого. Он принял схему Алексея. Вот теперь Алексея я знаю. Был Савл. Ну и ещё Савл. Какой пример для нас? Павел. Послание-то Павла, а не Савла. Тут надо делать резкое различие. Божество бесстрастно. Два слова. Это все святые отцы говорят. А как он, Бог, может страдать? И когда написано, и раскаивался Бог, что сотворил человека, это антропологически называется, чтобы для нас понятнее было, что если бы возможно было для Бога, раскаивается, кто не знает. Бог всё знает наперёд. И поэтому никакого раскаяния не может быть, а написано, написано, чтобы мы поняли. Он говорит, про струны и дома сапог мой. Что, в сапогах ходит Бог? Это образное выражение. Так вот и здесь точно так же. Было сказано, и никакого лжи тут нет. Узнал он или не знал? Не знал. Феофилат говорит, что он сказал, и он это мог им не говорить, но с этой целью он им и сказал, чтобы отстали. Он не солгал ученикам, он правильно сказал. Ну да, всё. Он мог бы не отвечать, не знаю, да не знаю. Нет, он им это сказал, полюби к ним, чтобы отстали от него. Всё? Да, благодарю, так и думал. Игнат Тихонович, вот вы изучали вопрос глубоко исторической России. Вот почему, интересно, в двух мировых войнах принимала участие именно Россия всегда и Германия? Есть ли какой-то в этом духовный смысл? Ничего нет. Но отсюда напрашивается, что и третья мировая, она третья должна быть. Ужас, яма и петля. Пророчество говорится. Вот зарядите слово петля. И вот считается, что так, если убежит с фронта, обопрётся о стену, а из стены змея его укусит. Это как раз о трёх войнах говорится. Что третья мировая будет, мы знаем, Армагеддон. Но дальше не надо идти. А когда будет? Где? Сколько войск? Там написано 200 миллионов. Нам этого достаточно. Не два, не три, а двести. Когда говорит, тьмы, тьмы, тьма это десять тысяч. Умножить на десять тысяч. Вот и всё. Ведь мы тем, там нули, только крути. Тьма десять тысяч. Когда считаем живые помощи, по-славянски тьма. А по-русски говорит, падут под тебя тысячи, и десять тысяч одеснует тебя, но к тебе не приблизится. Десять тысяч. Вот она хорошо помнит. Что значит тьмы тем? Тьмы тем, значит, десять тысяч умножая на десять тысяч. Что получится? Быстро. Сто миллионов. Сто миллионов, правильно. А как дверь мы тем, это значит 200 миллионов. Больше мы ничего не знаем. Говорится, где оно будет. Долина какая там около Иерусалима, там и будет. А дальше что? Две войны из Германии и никакой роли это не играет. Но может отсюда делается намёк, что и третья война не обойдётся без них. Так, Сергей Павлович, вопрос к тебе. Слушаю. Ты не ушёл? Слушаю. Тебе не звонил тот, который ко мне хотел прийти-то? Нет. Кто-то название сегодня Алёкает-Алёкает. Сколько же можно говорить-то? И он помянул тебя про Алёкал и кому-то говорит. Может, это Сергеев адрес. Ему скажи, не Алёкайте, сразу говорите. Предупредил, написали. Чего непонятно-то? У кого не было? А я жду. Нет. Тому я, который пока тут, то я сразу сказал не Алёкать. Он всё понял и потом он не пришли. Я ваш телефон. Забыл. Если есть телефон, брякни ему. Нет у меня его телефона. Люди не привыкли. Вот Алёкает-Алёкает, конца края нет. Меня не надо вытаскивать. Меня нет. Телефон выключен. Игнат Тихонович, а вы можете встать хоть раз в 4.40? Что сделать? Встать с утра хоть раз в 4.40. Можете так сделать? Ну, а как я всё время встаю 4.40? Ну, Я смотрю, вы встаёте там пол первого, там уже всё выкладываете. Это я ночное, чтобы выставить, всё. Замки снять, отметить и потом опять ложусь. А я утром встаю 4.40 и облужу. Да. Иногда, да, сижу, прямо вижу, что уже 4.40 рядом, ложиться незачем. Восьбе-то холодно. И я нырну. Сейчас у меня тройное одеяло-то. А вот интересно, когда был в тюрьме, там никто не будил в 4.40. Горит свет круглосуточно. Как по часам. Минута в минуту ангел будет. И здесь тоже мне звонят, а сестра одна, Татьяна Кузьмин, Татьяна. так. Я поднимаюсь, смотрю, 4.40, а она звонит. Вот она звонит в это время. Прямо я только ноги опустил с кровати, а она в это время звонит уже. Я не настаиваю на это. Мне ночь нужна, чтобы здесь всё сделать. Я жду в 12.00 молитву ночная, а потом сразу начинаю уже здесь в интернете. Вот сегодня интересно. Никогда так не было в чат рулетки. Только сел завтракать, звонит. Такой хороший разговор. Только прошёл, я к столу подхожу опять. И опять хороший. И опять свидетельствую. Притом так, что мне нужно не меньше 500 мегабайт. вот 520, 503 мегабайта. Как раз. Только сел, третий раз звонит. Опять присел, не успел проглотить, четвёртый раз и опять хороший. А уже после обеда, когда время выбралось, стал говорить. Один звонит, скверное слово, второй, третий, четвёртый. выровнялся поровну и больше никого нет. Вот как интересно. Так бывает там как-то меняется. 150 человек, когда проходит кадров-то, а с одним можно поговорить. Примерно вот такая, такой процент. А тут прямо не знаю, ещё и сказать. То есть вы выставляете это где-то один на сто, да, человек? выставляете? Записываю, записываю. Один на 150 человек примерно. Кадры меняются. Кадр второй, третий там. Начнёшь, они... Ой, кто? Другие крещат. Я только перекрещусь, они падают все там. Прямо такой здоровый, крепкий мужик. Только перекрещусь, его нет уже. И вот один на 150 человек примерно. Кадров, которые меняются. она уже идёт там кадр за кадром. Бывает чёрное, ничего нету. Сегодня после обеда один только мальчик, 13-летний. Хороший такой разговор. Я его выставлю потом. Прямо хороший, толковый такой пацанёнок. Рассуждает, как взрослый. вопросов нету больше, да? Да. Если вопросов нет, давайте разборимся. Достойно есть около истину, блаженит я Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую, Богородицу Тебе величаем. Гнать Тихонович, назначайте или сами молитесь? Вячеслав, помолите. Слава Тебе, Боже, за всё. Слава Тебе за сей день. Слава Тебе за нашу жизнь, за то, что Ты в промысле Твоим святом свёл нас всех вместе, чтобы мы могли нести Слово Твое Святое и прославлять Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за всё и за то, что Ты нас собрал сегодня на чтение и изучение Слова Твоего Святого. Если, Господи, мы в чём-то согрешили перед Тобой или согрешаем, или не радеем в чём-то, прости нас, Господи, пробуди нас на бодрствование, чтобы мы стремились к Тебе, постоянно жили Словом Твоим и имели Святого Духа, стяжали его, Господи. Господи, благодарим Тебя за таких замечательных людей, которых Ты нам посылаешь в этой жизни. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Богом. Богом. Субтитры сделал DimaTorzok